В 19.30 из Орла в Дмитровский район отправились первые группы добровольцев. Мы вместе с другими членами отряда присоединились позднее. Лисы, так называют поисковиков Лиза-Алерт, увидев ориентировку, тут же оставили свои дела и отправились на поиск. Среди них Сергей. Ранее работал в Следственном комитете. Однако после завершения карьеры решил не оставаться в стороне. Цель куда он вышел? Если он там с друзьями, где-то с подругами, там куда-то пошел на речку, там еще что-то, то ориентировочно, конечно, искать там. Если он сам по себе пошел бородить, может быть, я не знаю, там у него какое-нибудь свое место, так скажем, подумать в одиночестве, тогда это другой вопрос. Главная задача Лизы-Алерт – проверить все. Пока мы ехали на место временного штаба, прибывшие поисковики уже приступили к работе. Ищут добровольцы по картам. Каждой группе дается квадрат, который они должны прочесать. Мы же старались прибыть на точку быстрее, дабы тоже присоединиться к поиску. Стараемся ехать настолько быстро, что даже на прошлой заправке, где стояли машины, мы ее пропустили, чтобы сэкономить время и не ждать. По прибытию, регистрации, получении оборудования. Старшая нашей группы – девушка с позывным Крис. Ее задача – руководить поиском, ставить отметки на карте. Никита Бородин – пропавший мальчик с полной потерей слуха. А кликать его – не выход. Стояла задача просматривать каждый куст, обращать внимание на следы. А что там по тропку, по всем делам? Мало тропок. Когда у них есть тропки, они все ведут в болото. В ручьи, в болото. Слезам ничего. И то тропки, а не эти, животных. По словам поисковиков, Дмитровский район – сложный на поиск. Много водоемов и болотистой местности. Учитывая рост мальчика – 182 сантиметра, у него быстрый шаг, значит, мог уйти далеко, предполагают поисковики. А потому работали не только пешие группы, просматривали местности с помощью машин. Отряды, выполнившие свою задачу, делали перерыв штабием, другие отправлялись домой. На смену им приезжали новые добровольцы. Искать по таким зарослям трудно, однако именно в них и находят большинство пропавших. Во время передвижений с нами делились разными случаями. Много поисков бывает, когда человек сам путет. Через 200 метров. Поверните направо. Были случаи, вот в Брянске. Парень просто решил срезать от магазина до дачи своей, где он был, на велосипеде, срезать маршрут. И, в общем, через лес. Сначала велосипед нашли, потом через несколько дней его нашли и живым нашли. Поиски Никиты, по словам волонтеров, длились бы до тех пор, пока мальчик не будет найден. Упорство оправдано. Около 9 часов утра в социальных сетях заветный пост. Найден. Жив. Мальчика нашли в лесу. Всего за полгода поисковиками отработано 95 заявок, из которых найдены живыми 68 человек. Стефания Бастрева, Андрей Погосян, телеканал Первый областной.